Приветствую вас, Айгюль. Вы знаете, немного спутанно и так скомканно получился ваш текст, по крайней мере я его так вижу. Для меня ситуация выглядит не совсем понятно, чтобы давать какие-то конкретные рекомендации. Вот, потому что, ну да, есть ребенок, у которого есть определенные проблемы, есть второй ребенок, есть семья и ощущение, что у вас жизнь, да, она вот идет, 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 идет. А потом вы просто решаете в какой-то момент, да, познакомить нас, специалист, с ней, с какой-то ее частью. Ну, не знаю, хорошего в этом, как мне кажется, ничего нет. Вот, там еще мало информации и на самом деле по-другому здесь и не могло быть. Что бросается в глаза очень сильно. То, что вы говорите о себе и о дочери, скажем так, обообще. То есть вы говорите мы, 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 мы. А вот кто мы, это, наверное, первая проблема. То есть у вас чувствуется какая-то вот зависимость всех от всех. Вот, то есть казалось бы, ну родился, например, второй ребенок. Ну хорошо, при чем здесь ваша дочь, да, при чем здесь дочь. Ребенок, ребенок родился же у вас, правильно. Так почему вы, грубо говоря, пытаетесь ограничивать своего ребенка? Вот. То есть вот это, наверное, такой момент не совсем здесь понятный, да. То есть слишком, слишком большая, слишком серьезная, я бы сказал, зависимость всех от всех. Вот. Это первое, наверное, на что я бы обратил внимание ваше. Вот. Второе. Вот второе, что я вижу, это достаточно такая ярко, достаточно ярко, явно выражена, выражена тревожность, ну ваша тревожность. То есть вы вот сами достаточно тревожны и, ну видимо чувствительны, видимо вы достаточно чувствительны сами. И ребенку это, соответственно, не может не предаваться. Вот. Вот. Если вы чувствительны, то и ребенок тоже будет чувствительны. Если вы тревожны, то и ребенок будет тоже тревожны. Ну, если вы не заботитесь о них, если вы не заботитесь о своих чувствах, то и ребенок тоже будет, ну, воспринимать себя вот так. Да. Вот. Если нет в вашей семье позитивного опыта защищенности, если в вашей семье нет позитивного опыта защищенности. Когда человек чувствует себя защищенным, именно защищенным, то нет ничего удивительного в том, что, опять же, ребенок будет чувствовать себя уязвимым. Вот. Вот. Если личные границы не уважаются, к примеру, семьей, то нет ничего удивительного в том, что ребенок будет чувствовать себя вот так, как она чувствует. И то, что вы называете тонкой душевной организацией, на деле выглядит как тревожность и отсутствие стабильности, отсутствие такого вот ощущения стабильности, отсутствие защиты. Вот. Это то, что я могу вам сказать. И во многом роль, ну, такую ключевую роль во многом играет то, что, то, как бы относится к себе, к своей жизни, к своим близким, вот, к своим родным. И прочее. Если вы это, если вы не заботитесь, еще раз повторяю, если вы не заботитесь именно о себе, вот, то в таком случае, как ребенок может это делать? Как, как ребенок может делать то, чего вы не делаете о себе? То есть, по сути, по сути, ребенок чувствует, что сейчас делаю. Но если вы умеете, умеете с этим жить, да, если вы умеете с этим жить, то ребенок с этим жить еще пока не умеет и соответственно реагирует на это вот таким образом. То есть, крайне болезненным. Вот. И дело здесь не в том, чтобы стараться что-то ребенку назначить. То есть, дело здесь не в том, чтобы стараться, ну, ребенка лечить, да. А дело здесь в том, чтобы исследовать, что чувствует ребенок и что чувствуете вы, что он получает от вас. Вот. Ну, на мой взгляд, это принципиальная история, на мой взгляд, это принципиально важная история. И если ей не уделять внимания, если ей не уделять должного внимания, то ситуация будет крайне болезненна. Вот. И для ребенка, и в общем-то, в общем-то, в общем-то, по итогу и для вас тоже, к сожалению. Вот. Поэтому ответ я могу вам дать, ну, примерно, примерно такой. Примерно. Дальше, значит, так, вот вы пишите, тяжело пережили адаптацию в садик, а сейчас уже третий год и нормально. Вот две недели как усилились, присоединились, а так, у нас родился ребенок, начало было ревность, сейчас нормально. Ну, вот видите, да, то есть, все у вас скомкано, все у вас одно на другое накладывается, вот. И я так и думаю, что тяжело девочке, да, понять, где вообще что, где кто, где что. Вот, самое что, ну, даже вот с вашей стороны, да, вот по вашему тексту чувствуется, по вашему тексту чувствуется, как я и сказал, такая вот паника, да. Такая вот, такая вот нестабильность, нестабильность. Вот. Вот, на самом деле, проблема, вот, достаточно серьезная проблема, потому что, если ребенок не чувствует себя безопасностью, то вот, как бы отсюда, и все трудности возникают. А вот, вы пишите, значит, я сделал выводы, ошибки, не бегай, не кричи, возможно, дайте внимание, увлекаться насчетом, можно сказать, причины лица. А просто, да, совет, с чего начать, как действовать, как действовать, чтобы что. То есть вам не нужно действовать, вам нужно разобраться впервые в себе и в своей организации. Вот. С того, того, что вы делаете, а не с ней, как вы говорите. Вот. Потому что, ну, так получается, что родственным ребенком надо, вот, и что главная проблема в ребенке. Вот. Нет, это не так. Не вся проблема в ребенке, и ситуация, а, зависит не только от ребенка. Я хотел бы, чтобы как можно лучше вы для себя это поняли. Я хотел бы, чтобы вы как можно лучше для себя это увидели. Потому что, пока вы будете думать, что все дело в ребенке, ситуация не улучшится. Так. Ну, с чего это крики? Крики. Вот. Вы пишите нас. Объясняю. Да. Пытаюсь объяснить. В некоторой степени это ошибка, потому что общаться с ребенком нужно уметь, общаться с ребенком нужно правильно. Вот. Я бы не сказал, что, что-то объясняя, вы всегда находитесь в выгодной для себя позиции. Ну, вот. А мечта. Объяснение может восприниматься ребенком по-разному. И иногда, вот как, в вашем случае, воспринимается даже негативно. Вот. Поэтому, здесь уместнее, наверное, говорить о том, что вам хотелось бы. Здесь уместнее говорить о том, с чего бы вам хотелось. Здесь уместнее говорить о том, с чем бы вы нажидали, например. Вот. В таком ключе более, ну, более корректно, мне кажется, было бы вести диалог с ребенком. А вот там еще тот способ, который вы выбрали, он, как вы можете видеть, не работает. Вот. Дальше. Дальше. Значит, чувство вины. Ребенок вину тоже чувствует, и это также, к сожалению, его дискредитировать. Вот. Счетство вины, да, оно способно подорвать, как ваш авторитет, с одной стороны, так. Чувство вины способно дать ребенку чувство, что в этом виноват он. То есть, что это из-за него вы чувствуете вину. Хотя, ну, понятно, что это совсем не так, да, что чувство вины – это проблема ваша. Вот. И ее нужно решать, эту проблему. То есть, вам саму и здесь нужно работать с своей моделью поведения с ребенком. С тем, как вы себя спозиционируете с ребенком. Вот. И чтобы вы не делали ничего такого, что приводило бы к рыкотным чувствам. Вот. Ну, а сейчас, понятное дело, что приводит. Постой, 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 постой. То есть, анализ семейных отношений. Ваших, ваших семейных отношений. Для того, чтобы лучше понимать, что именно является деструкцией. То, что деструкция есть, да, то, что деструкция есть, я даже в этом не сомневаюсь. Это видно, что деструкция присутствует, что её достаточно много. Вот, но видно и то, что вы этого не осознаёте, предполагаю, что вся проблема она в ребёнке. Вот, хотя это не так абсолютное дело здесь, не в ребёнке совершенно. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы вы имели это в виду, я хотел бы, чтобы вы не, ну, чтобы вы видели причину именно в себе, а не в ребёнке. Вот, это было бы справедливо, это было бы, это было бы реалистично и самое главное, это немножечко облегчило бы, немножечко облегчило бы ребёнку позицию. Девочка, девочка немножко лучше бы себя чувствовала бы, вот, чем она чувствует себя сейчас. Вот, ну и садик, садик это тоже достаточно такой, знаете, я бы сказал, не всем подходящая история, потому что кто-то садик, кто-то за хорошо, кто-то не очень. Вот, и ваш ребёнок вполне вероятно, что садик чувствует себя не совсем хорошо. Но не совсем понятно, отдаёт любви себе отчёт, в том же, что не совсем девочке хорошо садик. Так что, семейная система, анализ семейной системы, вот, корректирование семейной системы, вот те вещи, на которые вам нужно обратить своё внимание и свои ресурсы. Свою энергию, вот, ни в коем случае не ставить ребёнка во главу вам. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам, если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация решит.